Уролог В первую очередь это заболевание мочевыводящих путей, к которым относятся почки, мочеточники, мочевый пузырь и уретра. Чаще всего женщины обращаются к урологу с явлениями цистита и уретрита, которые проявляются учащенным болезненным мочеиспусканием, чувством режущих, жгущих ощущений при мочеиспускании, дискомфорт при мочеиспускании, зачастую которые сочетаются с болями внизу живота, дискомфортом в области урогенитального тракта. При этих симптомах уролог будет проводить обследование, которое направлено на выявление бактериальных инфекционных агентов, таких как хламидии, мекоплазмы, гонококи, антрихомонады, грибковые инфекции, вирусные инфекции. Будет проводиться общее обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, при необходимости бактериологические исследования, исследования отделяемого урогенитального тракта. При необходимости также назначаются ультразвуковые исследования органов малого таза, мочевого пузыря и почек. Также могут быть назначены цистоскопии, это обследование области мочевого пузыря при помощи эндоскопического оборудования, оптической системы. Также может быть назначена компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. При возникновении симптомов учащенного болезненного мочеиспускания у беременных женщин также требуется консультация уролога в обязательном порядке, поскольку как симптомы цистита, так и симптомы даже бессимптомной бактериуреи у беременных женщин должны быть пролечены. Во время беременности особое внимание уделяется мочеводелительной системе, поскольку отклонения могут приводить к патологии течения беременности и осложнениям течения беременности. Какие же исследования и как к ним подготовиться необходимо при посещении уролога? Из этого могут быть исследования мочи, такие как общий анализ мочи или бактериологический посев мочи на чувствительность к антибактериальным препаратам микроорганизмов, которые будут выявлены, а также на чувствительность к антимикотическим препаратам. При подготовке к этому исследованию необходимо сдавать желательно утреннюю порцию мочи, когда утром, непосредственно после сна, после туалета наружных половых органов и желательно прикрыв вход в влагалище ватным тампоном, собирается средняя порция мочи в стерильный контейнер, который можно приобрести в аптеке и доставляется в лабораторию, где в дальнейшем проводится ее исследование. Исследование отделяемого урогенитального тракта проводится непосредственно в кабинете уролога. Отделяемое из уретры и изогенитального тракта может быть взято с помощью урогенитального зонда, нанесено на предметное стекло, в дальнейшем окрашено и рассмотрено под микроскопом. Это бактериоскопическое исследование. Кроме того, отделяемое из уретры может быть взято при помощи также специального зонда, специальную среду в промывку, где проводятся исследования на рост патогенных микроорганизмов и в дальнейшем при их выявлении на чувствительность к антибактериальной и антимикотической терапии. Также при помощи урогенитального зонда может быть взят материал из уретры и из урогенитального тракта, внесем в специальную среду, специальные контейнеры и отправлен в лабораторию для проведения БЦР-диагностики, то есть полимератно-цветной реакции, это выявление ДНК и РНК-возбудителей, микроорганизмов, которые являются патогенными и которые могут быть причинами возникновения воспалительных процессов. Для такого исследования, как ультразвуковое исследование мочевого пузыря, как правило, проводится с наполненным мочевым пузырем, необходимо при подготовке выпить определенное количество воды, это около литра жидкости, для того, чтобы можно было провести качественное ультразвуковое исследование. При необходимости проведения исследования крови, как общего анализа, так и анализа крови на гормоны, исследование проводится, как правило, на голодный желудок с утра, желательно с 8 до 10 утра, сдается в лабораторию кровь и проводится необходимое обследование. Таким образом, обследование, которое назначает уролок, является комплексным и позволяет поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Если у вас появились жалобы, связанные с нарушением и дезурическими расстройствами при мочеиспускании, появлением чувства жжения, рези, учащенного мочеиспускания, болезненного мочеиспускания, и вам необходима консультация уролока, вы можете обратиться в наш медицинский центр, платный КВД. У нас вы сможете пройти необходимое обследование и получить консультацию уролока и назначение по дальнейшему эффективному лечению. Спасибо за внимание.